Ямальские тренды понятны, современно, живо, интерактивно, креативно. Андрей Воронов вписывается в повестку органично. Со своим докладом по итогам 2020 и планам 2021 выступил с группой поддержки из замов. Презентовал свою команду. Как это было, сейчас покажем. Перейдем к одной из самых сложных, самых критикуемых сфер в нашем городе, а именно ЖКХ. Тема эта действительно головная боль не только горожан, но и представителей власти. За прошедшую особенно холодную зиму о себе дали знать перебои света в дачных кооперативах. Уже сейчас ведется полным ходом подготовка к отопительному сезону 2021-2022 годов. Я уверен, что с наступлением холодов наш город будет готов полностью. Не меньше продолжают жаловаться новорингойцы и на несвоевременный вывоз мусора и уборку снега. Такое комбо сомнительное украшение, которым усеян весь город. В презентационном докладе первого заместителя можно было заметить, что техники городу явно не хватает. Всего 70 единиц обслуживает новую рингой. Из пестрого доклада также видно, что не все планы по ремонту внутриквартальных проездов и благоустройству территории удалось выполнить в этом году. Работу обещали завершить в следующем строительном сезоне. В 2021 году мы планируем благоустроить 8 общественных территорий. У нас появятся новые спортивные и детские площадки на дворовых территориях по улице Пушкинской и Ямбурской. Это в районе Карачаево. Улица Надымская, 26-го съезда КПСС, Молодежная и в микрорайоне Восточный. Спасибо, Виктор Николаевич. Почему-то я вам верю. У города есть все, чтобы избавиться от ветхого и аварийного жилья за 2,5 года. За прошедший год 300 миллионов рублей потратили на улучшение жилищных условий, помогли 22-м бюджетникам и 180-м молодым семьям. Сегодня 290 аварийных домов включены в федеральные и региональные программы по расселению до 2025 года. На 2025 год намечен снос 41-го аварийного дома, расселение 414 семей, выплаты возмещения 96 собственникам, непригодных для проживания квартир. Из успехов добавим то, что Новый Ренгой стал пилотным в округе городом по строительству арендного жилья. Еще про дома в городе. Город должен быть красивым. Дома Нового Ренгой станут красивыми, поможет подсветка фасадов. Ждем новых интересных проектов. Андрей Воронов, цитируя Дмитрия Артюхова, высказался и о долгостроях города. Их быть не должно. Одна из таких легендарных построек, которая тянула с 2005 года, многопрофильный колледж. Его достроили. Осталось пожарное депо в Карачаево и еще одно здание под отчетное МВД. Было и много приятного в докладе Андрея Воронова. К примеру, в городе появится кванториум, этнопарк и инклюзивная школа. А еще арт-резиденция. Но и это не все. Для новорингойцев готовится масштабный и яркий проект «Нурфест». Подробности не раскрыли. В ближайшие годы нас ждет колоссальный объем работы. Благодарю от всего сердца всех тех, кто оказывает поддержку, кто принимает активное участие в жизни нашего города. Немаловажная роль, конечно же, у самих новорингойцев. По подсчетам, ежемесячно сайт администрации города посещают 35 тысяч горожан. Также увеличилось число подписчиков официальных городских аккаунтов. А появившиеся не так давно профили департаментов пользуются большой популярностью. Именно туда, после страницы главы города, и обращаются новорингойцы. Так город вместе и решает важные вопросы каждого.